Добрый день уважаемые мои подписчики и гости моего канала. Перед вами я, во всей красе. Сегодня я нахожусь на рынке. Очень захотелось леща. Купила леща. Беременную. Лещиху беременную взяла с икрой на 1,5 килограмма. Взяла хороших помидорок азербайджанских. С пипеточкой очень люблю такие помидорки. По 250 рублей помидорки. Огурцы у нас по 95 на рынке. И булгур взяла пачку. И вот, короче, на два дня еды. И сколько я потратила? Тысячу где-то. Бабуле отправили в больницу. Психиатрическую. Дурдом, короче говоря, на месяц. А я поехала до рыночка доехать. Думаю, завтра, потому что надо ехать в Монпосадик на выходные. На праздничные дни там очень много работы стоит у меня. Хочу сказать, с паршивой овцы хоть шерсти клопкой взяла. Кое-как, кое-как зубами выдрала 3000 у Рома. Зубами. Своими вставными. Выдрала. Блядь, сколько я измотала нервов, вы даже не знаете. Судья, значит, я ему говорю по WhatsApp. Он говорит, сейчас переведу 800 утра. Денег нет. Денег нет. Денег нет. Я ему отзывала звуковое сообщение. Говорю, что я буду подавать. Я делаю экспертизу независимую. Она стоит 24 тысячи. Я говорю, ты очень много сделал неправильно. Потому что он сделал розетки. Розетки он сделал в шахте на кухне. Где проходит шахта. Это я об этом узнала потом. Что в шахте нельзя делать розетки. Вот. Кто разбирается в электричестве, поймут меня. Но теперь я не знаю, что делать с этой розеткой. И зашпаклеваны стены. Как вы понимаете. Выключатели сидят шиворот-навыворот. Надо вверх тормашкой. Надо их переставлять. Там световые эти. Один выключатель вообще не работает, короче говоря. Надо кверху делать. Потом там надо провод затягивать. Я не знаю, как он еще соединение сделал. Я не знаю. В коробках. Блядь. В подрозетниках. Вот это не знаю. Как он подключал к люстре. В зале соединения. Нужно было, конечно, мне присутствовать. Но когда я буду присутствовать, а когда я буду зарабатывать деньги. Розетку, значит, надо было сделать три розетки. Мне, где цивилизионный кабель в середине стены. Розетку оставил. Сделал только две розетки. И цивилизионную розетку сделал. Какие он там соединения сделал, я тоже не знаю. Про надо переделывать в ванной. Потом в туалете. Ну, там мы сделаем по-другому. Там хули уже сам сделать в туалете. А вот в ванной, наверное, тоже. Я не знаю, что, короче. Я пока ничего не знаю. Вот я сказала ему, что я вызову экспертов. Подам в суд. Хотя мне убеждал вчера участковый, что это бесполезно без договора. Я сказала. Я говорю, знаете, участковый наступник, он меня совершенно еще не знает. Работает он у нас временно. Как бы, да. Он просто, ну, как бы, ну, не знает меня как человека и не представляет, с кем имеет дело. Старые сотрудники меня все очень хорошо знают. Что я никогда не останавливаюсь. И если я права, значит, я права, значит, я добьюсь, что я права. Он меня убеждал, что это бесполезно, что ничего я не добьюсь. Как бы, да, подавая в суд. Не взял с меня заявление, только взял объяснительное. Вот я уже, как бы, знаете, сегодня я так взволновалась. Хотела прокуратуру писать. Прокуратуру писать я хотела, как бы, жалобу. То, что, ну, на участкового. То, почему он не взял с меня заявление. Хотя он не имел на это право. Потом подавать в суд хотела. Но сначала нужно было сделать экспертизу, конечно же. Я хотела вызвать чебоксар независимую экспертизу и сделать я экспертизу. На экспертизу у меня деньги, как бы, есть. Но если, как бы, я докажу, что неправильно произведен монтаж проводки, значит, эти деньги все возвращаются в виновник, да? Кто делал это все. И что я хочу сказать. Я сказала об этом Роме. В ответ была тишина и полный гнор. Он меня сегодня с утра потроллил, что он деньги переведет. И все. Он думал, так ему этот троллинг сойдет. Я ему отсылаю звуковое вот это сообщение с предупреждением. Я сказала, что он выплатит мне и экспертизу, и 20 тысяч еще морального ущерба, короче, да? Я сказала, что я дойду до Верховного суда и до главного прокуратуры. Я на это глаза не буду закрывать. Я брошу все свои дела и буду только идти на проломы так. Ну, я такой, я из тех людей. Я не могу. Я не сдаюсь. Да. Вот так. Пускай на это будет потрачено время, там, деньги, да? Но сдаваться я не сдаюсь. Не позволяет, как бы сказать, мой характер. Даже дело принципа. Я человек по этому поводу очень принципиальный. И, как бы, что хочу сказать. Позвонила к участковому и сказала то же самое. После звонка к участковому не прошло долго времени. Он говорит, я же вам сказал, что, говорит, это... Я вчера попросила данные Ромина участкового. Я говорю, да, скажите мне его адрес, его... Ну, данные полностью, потому что я кроме имени ничего не знаю. Он говорит, я не имею разглашать информацию. Я говорю, знаете что, какую информацию? И к жалобу я подаю, вы должны мне дать его данные. Он отказал мне вчера. Сегодня я ему позвонила и сказала. Он мне вчера сказал, что он воскресенье не выходит на работу. И сегодня он сказал, что он не выходит на работу воскресенье. Я сказал, я в понедельник подъеду. Я говорю, вы будете в понедельник? Он говорит, скорее всего, как бы, да, скорее всего, буду. Я говорю, я подъеду, и вы мне дадите его данные. Я буду подавать в суд. Что бы вы мне ни говорили. Как бы вы меня не убеждали, я знаю, что я права, и за ком будет за мной. Вот, и я говорю, я буду с ним судиться, и востребую все, все, что положено с него, и вплоть до уголовного дела за виду, потому что, если экспертиза покажет, что монтаж был неправильный, сделана проводка, это не шутки. Значит, моя жизнь и жизнь моих близких людей будет в опасности. И жизнь соседей, да, естественно, если что-то случится. Сейчас буду я проверять эту всю проводку, конечно же. Вот, понимаете? Соединение все надо проверить. Прежде чем там заселять кого-то или самой заселяться, не знаю, но надо все проверять. Я просто так сейчас эту проводку тоже не могу оставить, надо что-то там где-то исправить будет. Соответственно, я приглашу человека, который меня будет исправлять, нормального человека, который с мозгами. А не так себе, какой-то халтурщик. Вот, и что еще хочу сказать? Да, ошибка, ошибка. Я сделала ошибку, то, что я пригласила человека, не знающего, да? Я не знающего, вообще, кто такой еще, блядь. Это все доказуемо. Тем более он признался, в объяснительной, что он проводил к работе, что, если бы не признался, то было бы, конечно, сложновато. А он признался, что он с меня взял деньги в размере 20 тысяч рублей. И что обещал исправить, в объяснительной. Он, как бы, признался. И это все бы предлагалось бы к делу, конечно же. Это, как бы, плюсы, считает, нет. Ну, а если бы даже не признался, все равно бы я доказала. Доказала, потому что и свидетели. И чтобы никто не говорил, кто бы ничего не писал в комментариях, я знаю, что права. И вот. Об этом я все доложила очень склонно. Потому что я не могла связаться с Ромой. Я по-своему аудиосообщение. Тишина, игнор. Звоню, автоответчик. Я ему сказала, Рома, если ты, говорю, блядь, включила автоответчик, значит, ты спрятался, что ли, от меня? Ты дурак, я ему сказала. Я ей говорю, ты вообще конченая, блядь. Я тебя искать не буду, тебя найду, блядь. Ты, говорю, вообще дурак, что ли? Отвечать все равно придется. Если экспертиза покажет, а если, блядь, будет, что жизнь моя будет в опасности, я вообще на тебя заведу уголовное дело, ты сядешь в тюрьму, блядь. Плюс ко всему, что ты все еще все будешь платить мне пожизненно. Я говорю, ты подумай, что ты делаешь. Ты, говорю, ты же не знаешь, с кем ты связался. Со мной не надо связываться. Не надо мне делать говно. Я не из всех людей, чтобы позволяла себя обижать. Я наказываю. По закону. Все по закону. Рук припасами я не занимаюсь, гилеров я не нанимаю. Все делаю по закону, как положено. Потому что есть и защита потребителей, как она называется. Ну, я уж не знаю. Ну, мы, короче, меня поняли. Что-то я много наговорила, блядь. Ну, короче, Роман мне выслал 3000 рублей. Позвонил, обосравшись. Выгодит, это я выслала. Деньги дошли. Я говорю, дошли. Ну, по участковому доложить. Участковый звонил. Я разговаривала по телефону. У меня телефон был занятый. Писал перезванивать. Кому надо, думаю, пускай сами звонят. Кому я должна всем звонить, блядь. Я говорю, все, да. Деньги пришли. Отеебись, чужая жизнь, блядь. Отеебись, дурная жизнь, проебись хорошая. Вот. Все водюшки, блядь, все водюшки сегодня на солнце. Где-то 12 градусов тепла. 15. Все водюшки входят. Я не могу. Я не знаю, что они будут водюшки, блядь. У людей зима. Люди еще не вылезли никак из зимы. А так 6 градусов показывает. По Цельсию в телефоне. Пойду я, короче, поеду домой готовить рыбу. И хруппы солю. Я очень люблю ее. Немножко соли пущу. Постоит она у меня до завтра. А потом нарежу репчатый мелко-мелко лук. Заправлю растительным маслом. И делаю бутерброд. И мне будет очень вкусно. А сегодня я изготовлю бутбук. Сделаю салат. Изготовлю леща. Бутбук. И тоже будет очень вкусно. И перец я еще этот фаршированный. С прошлого года фаршировала, замораживала. Сегодня у меня тоже там сготовился уже мультиварк. И тоже будет все вкусно. А на гарнир будет бутбук. Ну, вот как-то так. Вот такой у меня сегодня день. Конечно, я недовольная очень темромой. Но ничего не поделаешь. Сделала ошибку. Теперь буду знать, конечно же, о будущем. Что к чему. Это все от незнания. От доверчивости своей. Ну, я надеюсь, что я больше не стараюсь. Повторяю такие ошибки просто. Это так? А теперь, наверное, в следующий раз встретимся с вами. Уже у меня дома. Я буду записывать ролик. Поеду завтра убираться. Наверное. Надо убираться же. Так же. Порядок наводить. Дела надо делать. Еще надо в своей квартире убраться. Тоже окна надо помыть. У меня вот все выходные вот эти зали. С утра до ночи буду вкалывать. У себя в квартире надо окна помыть. Потолок постараюсь помыть. Наколько возьмет основой квартиры лестнику. Постараюсь натяжной потолок вымыть. Не нужно вымыть. Обязательно. Как это я сделаю, не знаю. Надо как-то помыть. Окна надо вымыть. Потом в той квартире тоже надо окна помыть. Мебель какая есть, там тоже вот это надо помыть. Пол надо вымыть тщательно. Туалет надо тщательно весь сменить. Короче, там все. Жопа. Наверное, Колю попрошу этот, как бы, он будет сейчас делать сантехнику. Сантехнику. Там трубы надо кое-какие перестроить в ванной. Купить надо будет новую трубу. А поменьше там сделает. Поменяет местами. И сделать демонтаж плитки. Демонтаж плитки. Очистим стены. Подготовим к работе. Потому что там же какие-то же дебуки. Отчего никого не пускать. Уберем оттуда ванную. Мы все освободим. Трубок сделает. Мне приведет сантехнику. Для машин стиральной. Там потом. Значит, там один сместитель. Надо будет на второй сместитель тоже вывести трубу. Гипсокартон пока не имеет смысла покупать. Один лист ввести. Потому что будем покупать гипсокартон. Затягивать трубы. Как его. Канализационные в туалете. Тогда уж, когда будем закупать плиткор. И плиточный клей. Чтобы сразу одной машиной все привезти. А еще смысл какой из одного гипсокартона. Машину гонять. Да, еще надо эти. На чем будет гипсокартон держаться. Как эти железки-то называются. Тоже надо покупать. Вот. Подготовим пока. А там как карта ляжет. Будет работа. Будут деньги. Будет пища. Значит, сделаем ванную комнату. Да? Надо просто подготовить. Навести порядочек. Так, чтобы там чистенько было. Красивенько. Чтобы пришел у меня. Передачивай. И все. Начну работу. Потолки у нас в ванной. В туалете будет пластик. Закроем потолки пластиком. Панелью пластиковой. Скорее всего, в туалете, наверное, я... Ну, не предложили покрасить. Я, наверное, красить не буду. Наверное, все же пластиком сделаю. Прям к стенам можно будет приклеить пластик. Я видела. Очень хорошо улетели. Аккуратно. Это экономичный вариант. В туалете плитка совершенно ни к чему. Это просто выброс денег. Пластика выходит на 3 тысячи. На 3... Около 4 тысячи. Около... Если 4 тысячи, да. Около... Ну, 4 тысячи. Это будет, значит, на два потолка. Я уже почитала на ванную. И на туалет. И пластик на стенах. Это нормально. Обои клеить я не буду в туалете. Красить тоже. Селый пластик. Потому что раз помыла, и все, и чистенько будет. А красить это уже не вариант тоже. Крашеные стены. Я не хочу. У нас были в нашей квартире украшенные стены до плитки. Розовый цвет. Потому что это ни туда, ни сюда. Это знаете, как холодно. Открашенных стен такой, знаете, где тут вообще уюта никакого нет. И создаются такой, как бы вам сказать, холод, холод. Верить холодом от стен. Хочется уюта. Я люблю, когда, вы знаете, я бои такие вот, чтобы были. Чтобы тепло шло от стен, как бы, визуально. А не холодом веяло. Чтобы было тепло и уютно. Старый линолеум. Мы на кухне, в прихожей, потом в конце уже уберем полностью. У нас в зале нормальный линолеум. Он не драный, не рваный. Мы его положим, ну, по размерам сделаем. И мы его положим на кухню и в прихожую. Под линолеум. Сначала, ну, строим. Там все полы надо почистить. Там дерево. Прямо это же дерево. Пока, пока. Потом будут, ну, со временем можно новые полы будет залить. Кул, это, знаете, это... в последнюю очередь, как бы. У меня такие планы убрать весь линолеум, почистить полностью деревянные полы от мусора. Вот. Подготовить по размеру линолеум из зала. Сделать, значит, на кухню и прихожая. А в зал? В зал купить можно будет линолеум. Или линолеум, или этот картон. Ну, вот эти... Как они? Забыла я. Забыла я на целом подпаде. Я тут помню, там не помню. Ну, вы меня поняли, короче. Что сейчас говорить? Все вы увидите. Экономичный вариант можно делать. Я думала сделать гипсокартоном в прихожей кухне, да, в потолок. А потом сегодня в интернете посмотрела, там нет никакой разницы в цене. И противопож... Это как бы... Это пожароопасно, что гипсокартон, что натяжной потолок. В цене нет никакой разницы. Потому что гипсокартон, потом там эти железки специальные, крепления. Ну, что нужно потерпеться покупать? Тоже деньги. И ставить одно и то же. Все одно и то же. А если делать, например, гипсокартон на кухне и в прихожей, тогда уже не приедут с Сипоксаром на натяжной потолок только в зал. Потому что маленькая площадь. Они смотрят от площади. Чем больше площадь, они как бы приезжают. Вот. Как бы так. Еще надо краску и эмаль-краску купить для радиаторов. Глянцевую, белый цвет. Не знаю. В этот раз куплю сегодня или не куплю. Надо зайти в магазин. Посмотри, там у меня неделю поддома есть магазин. Хочу посмотреть в глянцевую краску. Если я куплю радиаторов, 3 литра краски 2700. Покрашены выходные батареи. Надо их почистить тоже сначала помыть. Потом покрасить. А потом уже в конце будем покупать вот это закрытое. Ну, радиаторы закрывать. Это тоже, когда уже будут делаться потолки, полы. все дела. Но у меня, конечно, душа болит сейчас за ванную. Мне нужно обязательно сделать поддон ванной и плитку выложить. В первую очередь, первую. Потом уже все остальное. Ну, все, я побежала. Буду загружать вас. Всем хорошего дня. Спасибо, что вы меня выслушали. и хорошего настроения. Берегите себя и своих близких. С вами была я, Багира, на канале Дневные Багира. Кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. До свидания.